Тело мое, она приготовила меня к погребению. К погребению готовиться надо, а не так, что фомеры никаких наказок нет. Я начитал жития святых 12 томов. Кроме того, еще две книги настольных священнослужителей, там 170 житий. Еще по разным лимонарям сколько нашел. То есть ни одного жития святых не оставил без внимания, которое не начитал бы. Не убавив ни одной строчки. И скажу, что многие святые наказывали, как их хоронить, как память творить. И когда считаешь об этом, не надо ни житие, ничего, а только вот как наказывали, то огромная, великая разница между тем, как апостолы наказывали и как они наказывают. Каждый год, чтобы, я выражаю своим языком, были на моей поминке пампушки с маком. Вообще-то неплохо, я тоже люблю их. Другие говорят, вот как я умру, приходите ко мне на могилку, и что вы попросите дам. Серафим Савловский. Это уже усыновление Бога поклонению. Не к Богу идите, а ко мне на могилку. А дальше уже будут брать, чай пить, землю это растворять. Вместо кофе. И чего там только не написано. И все одно, как творить, чтобы не забывали, приходили, и кто будет творить, то урожай будет хороший. Вот такие вот разные где-то. И я подумал, мне пора готовиться. Лет человеческой жизни 70 лет. Сегодня 10-е. А 10 июня мне будет 69, и того у меня осталось до уреченного срока 1 год и 1 месяц. А уж если при большей крепости, а у меня большая крепость сейчас, мысленно думаю, да наверное, мне еще Бог дальше даст. То надо дать наказ, как меня хоронить. Когда спросили Игнатия Бривича Нинова, какие наказы дашь, а он-то их знает православных и говорит, бесполезно говорит, все равно сделает по-своему. Он их изучал, изучал православных, учил, учил, а потом говорит, а ничего они не слушаются. Все сделает, как они научены. Я наказываю делать так, как я. Я очень хорошо обдумал свои похороны. Есть такое выражение, когда человек что-то заработал своими руками и в трезвой памяти при крепком здоровье отдаст, раздаст. Это как золото перед Богом. А если уж заболел, лежит человек, не может, ну куда деваться, надо раздавать. Это как серебро. А когда умер, не наказал, и раздают, от нас помените, а то его не доношили штаны. Это говорит уже как медная монета. У меня никогда же такое здоровье хорошее не было, как сейчас. И Бог дал мне толчок очень хороший. Вдруг пожар, все не сгорело. И я своими руками обтираю книги с братьями и сестрами, и теперь раздаю библиотеку. Видите, у меня богатство другое. У меня ни машин нет, никакого наказа нет. Но у меня богатство огромное. Видите там что? Это, можно сказать, не одна гробница там, закрыта пологами. Это книги лежат. Прошу память мне творить, как я накажу. Я уже обдумал, и сегодня думаю, я как раз об этом скажу. Вот, я вам сказал, чтобы у каждого в сумочке был Новый Завет. И вам раздал. Выдете сумочку. Упадете под машину, неизвестно, кто вы такие. И обязательно откроет врачей и выйдет Новый Завет. У нас много Евангелия я получил. По милости Божией. Пришел тут человек, принес. Знаете кто? Владимир, за него молиться надо будет. Братья, сделайте так, чтобы у меня надпись была самая простая на кресте. Сию книгу может взять любой. И сделайте, злорминируйте, или как Евангелие, чтобы всегда было там. Евангелие. Или Новый Завет. И любой мог взять. Я себя проверяю, проверяю и подкладываю. Как кто возьмет с моего креста, снимет там, который на креста, и так другому. Другой опять. И одно, злорминируйте, со мной положите в могилу. Обязательно нагрузить. Ну, я прошу. Ничего больше. Ну и я наказал, чтобы похоронить меня в моих стоптанных сапогах и в тюремной робе. Потому что меня чтобы не одевали и не обмывали. Я прошу очень даже. Этого не надо мне. А вот Евангелие так. И вот наказывает Петр, чтобы и по отшествии моем Господь сказал, что скоро я должен оставить храминусы, я хочу, чтобы после меня приводили на память сие. И в мою память каждый год раздавали, чтобы книги мои бесплатные кому-то, нуждающимся, бедным, творить им память. Я как бы из могилы продолжаю раздавать. Я не раскаюсь ни в чем, что написал. Вот в чем дело-то. Мне больше всего надо каяться в том, что я, может, сказал, написал. И чем ближе я приближаюсь к смерти, тем больше даю наказу распространять. Покаяние я в написанном не приношу, а благодарю Богу, что мне Бог это открыл. Вот как. Я знаю, на монахе наказывали, такие, как Симеон, Столпник, даже одной волосинки, чтобы от меня не трогать, я тоже говорю. На память ничего не брать. Столько Евангелий, которые я оставил. А то мне батюшка один написал, у православных все может быть. Обычно гонят-гонят за смертного часа, а умрет, начнут канонизировать. И начнут вас опять фаршировать и распространять тело. Сохрани Бог от этой мысли, чтобы похоронили все на этом. И что я напоминать буду? И можете написать такую надпись. Он проповедовал, как я веровал и потому говорил. Вот такую надпись можете мне сделать. Я веровал и потому говорил. Все тут сказано. Здесь написано так. Возвив мира сие на тело мое, приготовил к погребению. Я думаю, чем больше у меня Евангелия, это как мира ко мне, меня приготовили к погребению. 16 тысяч Евангелий сразу поступило, это меня к погребению подготавливают. У меня в мыслях все это уже есть. Меня не будет. Большой наказ даю даже нынче, где все эти книги вам остаются. Я при полном здравии сегодня, я это говорю так, отдаю как золото для вас, для ваших, для родных, для близких, распространяйте. Там много-много и Слово Божие. Бытие 23-20. Так досталась Аврааму пещера, которая на этом поле, собственность для погребения. Он купил. Ему хотели подарить, а он говорит, не надо, я куплю. И когда Иосиф умирал, то наказывал его, говорит, о костях своих, чтобы в Египте там не оставили. Оттуда вынесли. Я показал, где было моей маму похоронить. Тут у нас с братом соревнования, кто умрет, тот ближе к матери будет. Ну, один с одной стороны, другой с другой. Но после этого, чтобы у меня было Евангелие. Ну, и думаю, и брат поревнует у себя, тоже скажет. Мне тоже такое завещание. Думаю, это самое лучшее, чтобы любой приходящий, который походит по кладбищу, смотрит и вдруг увидел в Евангелии надпись. Можете взять, а вы же не берите. Это акт вандализма, там, вородерства, какие-то слова. А здесь наоборот. Я из могилы прошу, возьмите. Почитайте Евангелие. Господь вас обратит. Можно сделать даже такую надпись. Отныне блаженно умирающие в Господе, ибо дела их идут вслед за ними. Откровение. Тоже хорошая надпись. Ее часто верующим пишут. Бытие 35.19. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефраку, то есть в Ефлеем. Ну, все это пророчески было. Предсказано было о рождении Христа в Ефлееме. Рахиль плачет о детях. Видите как? У нас ничего этого нет. Простая надпись. Я веровал, потому говорил. Можете взять бесплатно. Сила только так, чтобы ни погода не повредила. И за этим смотреть. Дальше уже легко обдумать готовы это. Я как Игнатий Бреченина, хоть и Игнатий, так и говорю. У него прихожане сделают все наоборот. Я вот очень верю, что мои прихожане сделают так, как я говорю. Я не напрасно все это в ваши души. Вы в этом будете участники. Может кто-то и на кладбище обратится. Я об этом не раз говорю, что мои труды оживут после моей смерти. Мешаюсь им я. Это так очень часто бывает. Они поймут, что я православный батюшки поймут. И я очень любил православие. И все делал для православия. Для чистоты его. Руфь 1.17 Когда она пошла, то говорит, где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Велик Господь, который даровал нам желание искать жизни. Наказ мой вам так. Не ходите по погребениям. Ни на могилах нигде не ищите. Ни исцеления. Ничего. Нет. Ищите живого. Среди живых. А среди мертвых не надо искать. Господь предупредил. Она приготовила женщина к погребению. И на этом все закончилось. Тем более сегодня так прилично говорить о смерти. Потому что смерть и смерть Господь попрал. Разницы нет. В какой день человек умрет. В первый день паса или в первый день пасхи. Это люди все придумывают. Самое главное умереть с Господом. Иоанн Заталус много об этом говорит. Умер человек и похоронить не на что. И говорят. О, он умер. Говорит. Похоронили как собаку. Ни обеда не справит. Ничего. А Заталус говорит. Нет. Хоронят как собаку того, кто Бога не знал. А если человек все раздал, ничего нет. А ангелы, говорит. Его душу отнесли на лоно Авраама. Вы совсем, говорит. Не читаете Евангелие. Хуже собаки похоронен, кто не примирился с Богом. Который не будет со Христом. Матвея 27.7. Там купили землю на них, горшечника, для погребения странника. Видите как. Об этом тоже надо заботиться. Похоронить, чтобы тело нигде не валялось. И о житях святых мы читаем, что убивали, выбрасывали и наказали. Никто не трожь. И верующие подкупали, выкупали, стражников вином напоят в другой раз, а сами тело его и унесут. Это великое благословение Бог дает тот, кто погребает. По-христиански. Деяния 5, 6, 7, так юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Ну, знаете, она не ассоцирует. Значит, подготовка идет. Какая подготовка? У верующих это отпевает, что положено в церкви это сделать. Я никогда в жизни ни одного дня не отрисал молитвы за умерших. Кому на сердце придет, помолится. Но я не верю, что участь умершего человека, непримиренного с Богом, и можно изменить какими-то подарками. Нет такого в Писании. Ибо всем надлежит умереть, а потом суд. Чтобы получить соответствие на тому, что делал в жизни. Верующий имеет жизнь вешать, а не верующий не увидит в жизни. Это обман церковный при том. Любого. Отпоют за все деньги, стоимость какая-то, как сегодня. Добровольное пожертвование, рядом написано, цена такая-то, цена такая-то. Обман это все. Надо наказать о себе так. Я веровал во Христа, и верю, что не отдел моих спасает, а за меня умер Христов. Он мои грехи омыл кровью своей. Он ради меня воскрес. И в это я верю. С этой верой дай Бог и умереть. Колоссиным 2.12. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы со воскресли верою. То есть еще при жизни мы уже и умерли, и со воскресли верой во Иисуса Христа. А смерть это котело за тленный переход. 2.3.32. Когда погребали Авениры, то царь громко плакал. Плакал и весь народ. Я не хочу, чтобы обо мне плакали. Только так, если кто прослезил. Чего плакать? Радоваться надо. Если правильно, жизнь закончена во Христе, с молитвой, исповедовался, причастился, пособоровался. Ну, то есть у нас церковь-то какими благами обладает-то? Дарована нам. Матфея 8.22. Христос сказал, иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Но нам тоже не запрещено погребать. Должны заботиться. Тавид 1.19. И один из них не летят. Пошел угонес. Сарюшка, я погребаю иудеев удавленных. И тогда я скрылся. И Тавид 2.8. И после того, как он вернулся, соседи насмехались надо мной и говорили, еще не боится он быть убитым за это дело? Ты бегал уже? И вот опять погребает мертвых. Ему смертная опасность грозила. Илия их убивали, бросали, чтобы никто их не трогал. А он их погребал. И эти люди у Бога тоже на особом счету. Бог их обильно благословляет, кто погребает. Потому что это прямая заповедь Божия, прахта и дать земле. Чтобы тело не валялось. Даже выкрадывали. Тут воровство разрешается. Выкрыть тело, которое враги повесили на стенах, как Саула. Они пришли ночью и погребли его. Они, правда, не погребли, а сожгли и захоронили. И Давид, когда узнал, и жители Явиса Голадского наградил за это. Матфея 14, 12. Усени ити же его, приедя, взяли тело его и погребли его и пошли возвести Иисуса. Объяне крестителя. Погребли. Ни с головой, ни с рукой его ездить. Руку тут привезли. Погребли. На этом все, конец, точка стоит. Откуда вы взяли, что надо было раскапать, отрезать руку его? И пишут, а ключи, что лопатка, где находится у султана. Прямо, ну что это? Кто это позволил? Он связан был, да, деснится, он перед Богом и будет. Полиру, разнесли. Деяние 8, 2. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали ли великий плащ по нем? И Англополуд говорит так, великий плащ, это они были еще древние иудеи, только это первый раз, и все по-иудейски. У христиан нет великого плаща. Если великий плащ, это доказательство того, что вы не верите воскресение из мертвых. Вот и все. И это поношение от язычников. Да вы же знаете, что есть дальше загробная жизнь. Человек просто перешел от этой жизни. Вы знаете, как мы хоронили Надежду Павловну, сестру нашу, с какой радостью. И когда умирает человек верующий-то, он к Господу идет. Только я не хочу быть похороненным на городском кладбище, безвестно. Нет, лучше это у нас там, дешевое погребение. Римлян 6, 4. Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть мы сами себя уже похоронили при жизни. И воскресное. А что касается тела, это ни в какой роли не играет. Сколько будет жить? Говорит, сто тысяч. Бог не исследует. Бог исследовать будет твою ревность огонь. Чтобы этот огонь духа, горящий в нас, огонь ревности, соединился с Божьим. А кладбище, это Нива Господня. Когда раздастся Архангельская труба, земля сколыхнется, и все мы там встретимся. Какие мы тогда будем счастливые, что знали Бога, знали Церковь Христову, знали Евангелие. Какая это радость! Мы будем не такие. Ведь сегодня, когда показываешь людям, ну вот смотри, вот она, видите, принесли нам сестры. Так что, неужели это она? Да, это она была моложе когда. Меня больше всего удивляет, я так задумываюсь, а что меня больше всего удивляет сейчас? Особенно удивляет, что люди стареют. Я себя-то не вижу, в зеркало никогда не смотрюсь, и мне кажется, я в одной паре. Я состарился, как бороду отпустил. А эти-то, чего же они так стареют-то? Вокруг меня, которые давно не вижу, подойду, и я родную сестру нынче едва узнал. Ты чего так состарилась-то? Я вам всегда говорю об этом, никогда не жалуйтесь на болячки. Потому что завтрашний день по-другому будет. А только я так говорю, я это переможем, мы сильные, с нами Христос. Как в мирские люди говорят, излучайте здоровую и сильную энергию. Чтобы все видели, что ты со Христом, и им было хорошо. Матфея 27,52. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И явились и многим. Но не мертвецы явились, а если они воскресли, они были люди, живые. Это не мощи какие-то, пришли бы там, испугали, костями гремели, как рисуют. Настоящие. Но потом они умерли. Так понимаете, что такое Христос воскрес? Говоря Христос воскрес, вы делаете с врагами одному миллиарду мусульман. Они в это не верят. Они воюют против этого. И вот просто взял, он не умирал. Для них, что Христос умирал, это очень противно. Мусульмане никак с этим не соглашаются. Говоря Иисус, Христос воскрес из мертвых. Мы отрицаем миллиард мусульман. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по правам. Мы попираем в буддийское учение миллиард. Он в сущем ограбах жизнь даровал кому людям. А они говорят после каждого превращения, реаконации из одного в другое, в животное, например, в собаку или в князя, в зависимости от того, как жил-то. Вот одним песнопением мы опровергаем все учения, все религии мира. Даже много не надо знать. Христос воскрес из мертвых, и сущим во гробах. Он уже жизнь даровал, и не надо ни в кого превращаться. Вдумайтесь в это. Подготовили Христа к погребению. Погрести Христа было просто по-еврейски. Намастили, положили. Сегодня человека приготовить к погребению. Это надо, чтобы он уверовал во Христа. Возлить на него это мира. Мира – это, конечно, благодать Духа Святого. Не просто позвать попа, и он там его прочитает, что-то в рот ему даст, проглотит он и глухая исповедь. Совершенно в это я не верю. Написано, верующих, Сына Божия имеет жизнь в вечер. Приготовьтесь, и сейчас готовьте своих родных и близких к погребению. Не бойтесь смерти. Здесь не разговаривайте о смерти. Мусульмане подготавливают каждого ребенка к смерти. А мы тем более. И Ев 18.13. И съезд члена тела его первенец к смерти. Ну и говорит о том, что все до одного будут с ватлением. Римеон 7.24. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Это когда при жизни человек тянется к греху, особенно подготовка к смерти у апостола Павла в втором послании к Тимофею. И следователи находят, что это последнее его послание из 14. Как он наказывает, как вести себя в Доме Божьем. Ну, нам такие наказы не подходят. Я не епископ. Был бы епископ, я бы все взнял. Но главное, я понял. Веру сохранил. Течение совершил. А теперь готовится мне венец. Как и всем, кому Бог обещал. Он венец готовится. И с этим надо радоваться. А не так, что вот я состарился, да еще все свою молодость. Люди вспоминают. И вот там бы довернуться туда, да опоздали, не добрали греха. А радуйся, как близко уже все к развязке идет. Римлянам 8.11. Воскресший Христа из мертвых. Ожелит и наши смертные тела Духом Святым. Не только сегодня, но и в вечности. Этот день непонятный будет. Остановятся все счастливы мира и все воскреснут. Самые счастливы будут люди, те, которые приняли Христа верою. Жили со Христом. Жили в Духе Святом. 1 Иоанна 3.2. Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Сегодня только мы молимся, так воображаем, где поймут на иконах. А так, какой Он есть, мы Его увидим. И как мы будем славить тот день, когда услышали о Христе, как нам хорошо было, как мы славили Бога. 2 Коринфянам 5.4. Не хотим мы совлечься, но облечься, чтобы смертное благочено было жизнью. Совлечься это тело наше, как одежда, снять, раздеться. Мы не хотим не только умереться, но и облечься, облечься, то есть получить новую жизнь во Христе Иисусе. 40 дней, вот сейчас сестра наша Зоя Крахманова умерла. Она идет где-то по мытарствам. Вот если Господь позволит, я вчера в архивах нашел новую ее книгу. Может быть, почитаем, вспомянем ее. У нас в мое интервью с ней беседуем, там, в 21-м томе. Нам есть чем ее вспомнить. Это была настоящая, глубоко верующая христианка, исповедница, которая осветила своим присутствием наш Алтай, когда отбывала здесь осужденную на 5 лет. 1 Фетюмитисом 4.16. Да, во многих дела где-то мы не первые. А вот когда наступит время воскресения, написано, мы воскресим первые. А уже не счастливые, грешники, губернатор, это все потом. Какие мы счастливые, что нас Господь приготовляет к погребению. То, что у нас в церкви, это все подготовка к погребению. То, что мы молимся, ходим в храм, это подготовка к погребению. И мы друг за друга будем ходатай. Если я спасусь, я вам обещаю, я за всех, за всеобщину буду молиться. Слава Христу, Аллилуйя. Аминь.